всем привет сегодня суббота времени вот сейчас смотрите видите вот считаю что 10 часов утра кто-то вот выбивает ковер люди почему-то нет на самках никто не катается хотя утро выходной день слякоть не вот видите как легко лепится снежку запросто в общем смотрите это купят кузловой вот это вот восьмерка где я еще в школьные годы бегал сдавая норматив полторы тысячи километров сейчас уже здесь никто не бегает потому что физра в украине выглядит не так как пан по нормативам оценивать это охот того же нету оценивает по индивидуальному прогрессу вот так вот выглядит физкультура в украине и спорт выглядит так что складывается впечатление что спортсмены идут только ради того чтобы зарабатывать деньги и все о престиже страны никакой речи не идет это устать и собачья горка у нас называются или собачка-драчка вкупят с кузловом даже вот дети на лыжах не ездят школе как вот в россии к примеру вместо этого занимаются спортзале в 10 школе а весной осенью занимаются на улице вот так в бассейн кстати никто не ходит как допустим тех же валуйках в бассейн волна в общем смотрите после того как я снял свое прошлое видео о олимпиаде карате и боксе мне в комментариях в гугл плюс пишут глупости ты все говоришь россию не допустили из-за политики бизнес и здесь ни при чем бизнесу наоборот лучше чтобы россия участвовала так как россияне это тоже клиенты мне вообще складывается такое впечатление что эти люди путают олимпиаду с евровидением евровидение это политический конкурс они олимпиада и если из евровидения убрать национальные элементы то его тупо никто не будет смотреть и спонсоры конечно же в это вкладываться не будут а если вот из олимпиады убрать национальный элемент то сильно это не повлияет и чтобы это вот вы поняли я сейчас сравню олимпиаду со своим любимым видом спорта ммэй то есть микс маршал артс смешанные единоборства или как у нас их называют бои без правил тут кстати раньше была самая классная ледяная горка сейчас фигня какая-то там видно было тут штуки три в общем смотрите я вот помню была такая японская организация прайд файтинг чемпионщип там я помню выступал Фёдор Емельяненко человек легенда я помню его бой с бразильцем Антонио Ходриго Минотаура Нагейрой и там вот перед боем за пояс играли гимны стран то есть лучший боец России дрался против лучшего бойца Бразилии вот так вот было теперь есть смотрите такая версия UFC в ММА называется Ultimate Fighting Championship она была создана в 1993 году причем там спортсмены уже изначально не представляли государство там спортсмены представляли виды спорта там допустим кикбоксинг против карате борьба против джиу-джитсу ну и так далее то есть уже изначально UFC не формировалась по национальному признаку затем на UFC 6 уже организация была запрещена в США сенатором из Нью-Йорка и турнир был проведен UFC 6 на Кубе я еще помню тогда там был такой Чупакабра Томас Рамиров которого Дон Фрай в Квинче очень быстро нокаутировал двумя хуками как там говорили непобежденный Чупакабра в общем шоу есть шоу как говорится я вот вам честно скажу я реально видел Чупакабру в поселке Чикаловское Чугуевского района Харьковской области там есть такой свинокомплекс так там крысы настолько отожрались вот этим комбикормом со стимуляторами роста что были высоту где-то в полметра из-за этих крыс даже свинокомплекс хотели сжечь но потом видимо провели качественно герокизацию и теперь вот свинокомплекс опять открывается так вот в самых первых UFC разрешено даже было бить в пах за чего кстати пострадал Джон Сан от Кита Хэкни ссылку на этот бой я вам оставлю в описании к данному видео и затем уже со временем в UFC появились правила после того как компанию UFC выкупила Зуфа это компания бракет фортита это компания что занимается по сути игровым бизнесом то есть держит казино в Лас-Вегасе тогда еще директором UFC стал Дана Уайт который был инструктором по аэробике в штате Нивана и появились правила UFC и уже тогда спортсмены стали представлять не интересы определенных видов спорта а интересы брендов в первую очередь брендов одежды причем сразу стал популярным такой бренд как Тэп-аут тут же Affliction стал популярным затем уже к UFC 142 когда в финале Джозе Альдо футбольным киком нокаутировал Чадо Менни Мендеса в UFC появился только один бренд то есть стал монополистом это бренд одежды Рибак и даже от капитана Плота легендарный боец как-никак человек так что Харькове агитировал за русский мир Алексей Олейник знаете что говорит вот после победы над Тревисом Брауном он говорил что неважно из какой ты страны в общем говорил так что как будто он настаивает китайскую идею один пояс один путь глобальную идею бизнес идею вот что такое друзья UFC и вот как себя часто ведут те кто агитируют за русский мир то есть на словах они русские а на деле космополиты вот так друзья все бывает сложно так что друзья я вот думаю что со временем олимпиада вот среди соревнований превратиться в UFC в мире MMA то есть не важно будет за какую страну ты выступаешь важно то что ты рекламируешь по сути все будут выступать под белым флагом допустим вот есть еще соревнования которые организовали бренды энергетиков я вот был на одном таком в 2011 году на ласточкином гнезде называлась Red Bull Cliff Diving я даже вот трек в стиле рэп сочинил по этому поводу называется ветеринарно-санитарная экспертиза на примере Red Bull так вот так вот есть вот еще этот энергетик монстр тоже проводит свои чемпионаты по мотоспорту и велофристайлу так что я думаю что в скором времени зимняя олимпиада превратится в такой себе Red Bull Crushing Highs и будет называться там в честь бренда и к этому бренду будет добавляться зимняя олимпиада вот так вот друзья будет и я думаю уже сейчас надо делать альтернативу олимпиаде то есть спартакиаду соревнования без денег политики и понтов но этим к сожалению скорее всего займется Китай а не Россия вы думаете в России там хотят сделать соревнования для спортсменов что они попали в олимпиаду тут же спартакиаду к примеру или еще что то нет друзья я был в России в ауйках знаете что я там видел на растяжках выборы 2018 подхожу к администрации слышу прийди проголосуй важен каждый каждый голос я думаю а как же олимпиада я так думаю что россияне могут так довыбираться что и без спортсменов остаться а еще там пишут Россия пятая империя русский мир хоть бы уже не врали написали бы честно вторая республика чтобы было ясно и понятно что такое Россия я вот кстати смотрел еще передачу звезда на звезде там давала интервью певица Анита Цой что пела что пела в Луганске и в Донецке в 2016 году вы в видите ворона летит так вот Анита говорила Что я хотел бы спеть На открытии Олимпиады На своей исторической родине Но ссылку на это интервью я оставлю вам К описанию к данному видео А я вот думаю Они-то понимают, что дальше будет с Олимпиадой Мне вот интересно Я думаю, что нет Еще вот посмотрел Передачу По телеканалу Интер Называется «Стусует всех кожаного» На русском это звучит, касается каждого Так там вот говорили В школах Дети слишком агрессивные Дерутся с друг другом Там следака какого-то пригласили Рассказывали о положениях Конституции Украины Я вот думаю, что бы они совсем тупые Еще такое слово придумали Буллинг Я вам так скажу Любое быкование Начинается с понтов И лучше бы Рассказывали Как избежать этих самых понтов Вместо того Не деритесь Драться это Плохо Я вот серьезно Считаю, что Лучше Определенное движение Возглавить Чем ему это тупо Препятствовать Вот к примеру Я организовал Турнир Для Своего брата и его друзей На огороде В беседке Вот в конце данного видео Вы этот самый турнир Увидите Если Нажмете на закладку Еще я вот оставлю видео Что бы было Если бы Не было этого самого турнира Который я организовал Так вот Детям часто хочется Узнать Кто из них лучше дерется Еще вот Я Смотрел Интервью Борца Карелина Который Спорит С Федором Емельяненко Говорит Что дети Не должны Заниматься ММА Они должны Заниматься Любительским Видом Спорта У этого Карелина Борца Олимпийца Не возникает Даже такая Мысль В голове Что эти Дети Борцы Могут Выйти на бой И уже Не будет Взрослого Рэфери Они будут Бороться С друг Другом Причем Часто Борцы Захватывают Шею Друг Друг И могут Эту самую Шею Сломать Один Сломает Другому Шею Тем самым Скоречив Себе Жизнь Попав В детскую Колонию Я вот Судив Бой Зюдаиста Против Боксера Причем Боксер Взял Себе Прозвище Ночной Кошмар Так вот Если бы Не я То Зюдаист Бо Этому Боксеру Шею Бо Сломал Ну Такое До Олимпийца Не доходит Он Живет В каком То Своем Альтернативном Мере Так что Друзья Занимайтесь Спортом Главное Это Уважение То что На английском Языке Называется Словом Респект И Лучше Заниматься Именно Такими Видами Спорта Там Бег Езда На лыжах Лучше Биатлон Чем Тем ММА Это Я вам Говорю Причем Как Фанат ММА Так что Занимайтесь Спортом Вот Допустим Раньше Были Дуэли Из-за чего Кстати Погиб Пушкин Лермонтов К сожалению Тогда Ни у Кого Не пришло Другое Миропонимание В голову Знаете Вот Сейчас Множество Единоборств Зачем С друг Другом Дуэлировать До смерти Если Можно Дуэлировать До того Как Секундант Что В нашем Современном Мире Называется Словом Рефери Не остановит Бой Единоборств Множество Множество Видов Спорта Можно Допустим Поспорить С друг Другом И После чего Заниматься Керлингом К примеру Или Гольфом Множество Видов Спорта И Каждый Каждый Может Себя Реализовать Как Хочет Так что Друзья Школьное Быкование Лучше всего Преодолевается Спортом И Надо Вот Тренером В первую очередь Своих Учеников Учить Именно Уважению Что я Вот Так же Застал События Что у нас Происходили На узловой Сейчас Расскажу Смотрите Есть у нас В Украине Такая Зараза Называется Национальные Батальоны Там Дружины Формируют Так вот Эти самые Молодчики Проходят Такую Вещь Как Вышкил И Я Однажды Этот самый Вышкил Увидел Вот Представьте Идем Мы Со Своими Одноклассниками После Встречи Выпускников Даже Это был Юбилей 10 лет После Окончания Школы Идем Вот у нас В узловой В единственный Ночной клуб Поселка Гурман И видим Бежит Человек 5 В масках Голый Торс При Температуре Минус Минус 20 Бегут Себе Тем Самым Проходя Один Из этапов Этого Самого Вышкила Это Видео Я Выложу Что происходит Потом Эти Подростки Прошедшие Вышкил Начинают Быковать И После Этого Чмырят Уже Старые Быкующие Таксисты Которые Отсидели На Зоне Знаете Как Они За это Наказывают Берут Им Мажут Лицо Сделенкой Это Видео Я Также Выложу Потом Приезжают Полицейские Начинают Разбираться И Оказывается Никто К друг Другу Не Имеют Претензий Так Все Происходит Друзья В реальной Жизни Так Что Друзья Подписывайтесь На мой Канал И Будете Знать Больше Но Я Вам Скажу Что Спорт Должен Быть Без Бизнеса Политики И Понтов И Не Должно Быков На Этом Все Всем Всего Самого Лучшего